МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Карфаген должен быть уничтожен". Меняем в слове карфаген несколько букв. Получается, Россия должна быть уничтожена. И тогда наш мир заживет долго и счастливо. Особенно прекрасно будут жить бывшие граждане так называемой России. ПЕСНЯ Россия – это как старое одеяло, состоящее из множества лоскутов. Каждый лоскуток сам по себе уникальный самородок, но все вместе – половая тряпка, которая лежит на печи и покрывается плесенью. Вот эта карта, которую я себе повесил, так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. В России живут сотни порабощенных народов. И многие из них настолько порабощены, что даже об этом не догадываются. ПЕСНЯ По национальности? ПЕСНЯ 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 Вы представляете, как должны жить якуты? ПЕСНЯ 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 Но якуты живут беднее всех даже в нищебродской России. ПЕСНЯ Я не знаю, куда еще идти, какие стены еще стучатся, обращаться. Я просто устала. Помогите, уважаемые люди. Помогите, пожалуйста. Не оставьте мою внучку без угла. Буквально, сидя на золоте и бриллиантах, нефти и газе, 20% якутов живут за чертой бедности. Там невероятно низкие зарплаты, отсутствует даже базовая инфраструктура. И первые этажи двух подъездов были залиты водой. Вот здесь проснулся, и вот гипс. В Якутии коммунальная катастрофа. Люди замерзают у себя в домах, а самое страшное, в уличных сортирах. Вся эта разруха, их тонь, не может уложиться в голове у нормального человека. Представьте, если бы где-нибудь в Дубае торжественно открывали автобусную остановку. Уровень жизни в Якутии, как в каком-нибудь африканском Сомали. Разница только в том, что в Якутии минус 60. И бананы стоят ползарплаты. Огурцы, помидоры 600, бананы 400, груши 550, яблоки 350, мандарины 500, апельсины 450, виноград вообще 750. Всю историю России как федерации Москва грабит якутов, не оставляя местным ничего. Это колониальная преступная политика в стиле 19 века. Якуты живут и работают в невероятно сложных природных условиях за копейки. При зарплате медсестры в 45 тысяч рублей интернет стоит 18 тысяч в месяц. И интернет по скорости сравним с реакцией Байдена на вопросы. Хоть что-то западное у них есть. Хорошо, без нормального интернета как здесь жить? Ха**у. Я просто не знаю, как здесь. То есть реально нет интернета? Да, в этом плане с интернетом все очень плохо. Спутниковый интернет. Ну, как говорится, 400 километров прямо там только два провайдера. Это Роскосмос и Газпром. Русские вероломно колонизировали Якутию. Методом жестокого этногеноцида Москва отобрала у якутов их культуру и историю. Фактически загнали в резервации. На нас русские напали, чтобы расширить территорию России. Мы это не понимали. Мы им говорили, мы вам все равно не дадим наши алмазы и золото. Они такие, а ваши алмазы и золото есть? СМЕХ Я когда-то рассказывал вот эту шутку в России и золо крикнули «За*** ты ныть! Не ной!» Вот американцы тоже вот так напали на индейцев. Они что, ноют? СМЕХ Я как раз про это хотел рассказать. Про то, что американцы напали на индейцев, почему-то даже мы все знаем, да? СМЕХ Вообще непонятно, почему якуты должны жить в России и называться русскими. У них ничего общего с этим искусственным народом. Продолжение той политики Кривля, которую Кремль ведет против наших народов уже на протяжении четырех столетий. Нас убивают, нас уничтожают. Почему? Почему? Делают из нас... ...помогу. Религиозные, культурные и социальные различия колоссальны. Почему якуты должны считать своим национальным героем какого-то Александра Невского и принудительно зубрить в школе Бредни Маяковского? Почему якуты должны болеть за хоккей? Может, они вообще лед ненавидят? Потому что из-за отсутствия простейшей инфраструктуры должны топить лед, чтобы помыться. Везде в Якутии есть водопроводки. И прямо сейчас идет активная фаза заготовки питьевого льда. Заготовка льда идет на любой реке. Сначала выпилят с большим кусок, потом делятся на более маленькие. Русские ведут себя в Якутии как оккупанты. По факту они из республики Саха сделали огромный концлагерь, в котором местные жители за еду добывают московским захватчикам ресурсы. Иначе как объяснить, что в регионе, через который проходит гигантский газопровод в Китай сила Сибири, всего 16% населения имеет доступ к газу. Там до сих пор топят печи палками и листовками с предвыборными обещаниями единой России. Вчера была снежная, холодная погода, почти нулевая температура. Даже минус на большей части территории Якутии. Явка у нас составила более 50% населения. В Якутии настолько бедно, что даже в тех регионах, в которые провели газ, его скоро не будет. Потому что газопровод находится в аварийном состоянии, а на ремонт в бюджете Якутии денег нет. В республике Саха, в которой общие запасы только разведанного газа составляют 3,2 триллиона кубометров, стоимостью приблизительно в триллион долларов нет денег, чтобы отремонтировать старую ржавую трубу, которую не ремонтировали с 60-х годов прошлого века. А это туалет. Пойдемте посмотрим, как устроен якутский туалет. Значит, тут вполне все цивильно, между прочим. Сразу, извините, на троих. Просим бумагу в яму не бросать. А где все деньги, заработанные жителями Якутии? Где рента от продажи якутских природных ресурсов? А вот где! Куршевель. Согласитесь, друзья, от одного этого слова во рту появляется привкус роскоши. Для обычного россиянина слово Куршевель давно стало признаком гламура, элитарности, дорогого шампанского и соболиных шумов. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Сейчас Москва пошла дальше и начала в прямом смысле утилизацию коренного населения Сахи через так называемое СВО. Нас в Якутии самые крайние там, ну, позицию выкинули нас конкретно. Нас конкретно кинули там, на убой. Там 20 метров, и там украинцы уже. Как так получилось, что регион с наименьшей плотностью населения стал одним из наибольших поставщиков штурмового мяса? Вот президентский самолет Руслан. Мы забираем солдатиков погибших. Все наши пацаны с Якутска. 26 человек. Якутов отправляют за тысячи километров от дома умирать за русский мир. В то время, когда русский мир уничтожает якутов у них дома. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только по официальным данным в Украине погибла, пропала без вести или не вернулась с так называемой СВО 32191 житель Якутии. И это только в 2022 году. И, повторю, по официальным данным. В реальности же масштабы перемалывания коренного населения Сахи сложно даже представить. Все, игрушки закончились, вы все военные. Мобилизация происходила довольно жестко. То есть мужчин забирали посреди ночи. Если это не остановить, то такими темпами о якутах будут рассказывать только в учебниках по истории. А стоп, не будут. А потом с 7-го класса до 11-го класса урок называется История России. А я из Якутии. СМЕХ Якутия тоже типа Россия. И я там такой, о, здесь про нас будет. СМЕХ Ну и последний аргумент в копилку того, что россияне вообще якутов за людей не считают. Помните, как Маргоша Бобреша Симоньян предложила над Сибирью подорвать ядерную бомбу? Ну, чтобы европейцам и американцам мобильники повырубать. А что будет с жителями Сибири, в том числе Якутии, это вопрос уже риторический. Если бы у якутов был нормальный интернет, они бы восхитились такой замечательной идеей сделать из их края съемочную площадку сериала «Фоллаут». Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Русские больны фашизмом и нацизмом. Они всегда относились к своим нерусским согражданам, как к людям второго сорта. Сейчас ведет Россия свой режим. Оно вот напоминает бывший германский фашистский рейхстаг. Так как в России там везде зет-символики, тоже как в Германии были свастики. И учат детей гитлеру-юнгенскому образию, юнармию, которую называют. Современная Россия – реальная реинкарнация Третьего рейха. Только в еще более извращенной форме. Русские заставляют силой все народы России стать русскими. А потом их ненавидят, потому что они не выглядят как русские. Я три раза был в Москве. Три раза я был ученком с китайцем. Любым, но только не гражданином Российской Федерации. Но важно знать – якуты не русские. И такое абьюзивное отношение к себе терпеть долго не будут. За последние сто лет якуты неоднократно брали в руки оружие и восставали против ненавистной Москвы. Особенно яростно боролись против установления советской власти. Уже тогда коренное население понимало, что московиты ничего хорошего не принесут. Если вы видите эту запись, то значит, я веду бой с диктатурой Путина. Слушайте приказ. Приказываю начать вооруженное восстание против диктатуры Путина. Все больше и больше якутов открыто заявляет о стремлении к независимости от оккупантов. Чтобы русские собрали все свои матрешки, балалайки, портреты бледной моли и, скрипя лаптями, свалили за Урал. Я еду воевать в Украину. Еду воевать не только за Украину, но и за нашу свободу и независимость. И призываю вас вступать в наши ряды, присоединяться к нам. Украина даст нам оружие и даст нам возможность сражаться в их рядах за свободу Украины и за нашу свободу. Агрессия против Украины подкосила ржавую недоимперию. Теперь ее нужно просто добить. Для республики Саха это шанс. Главное, чтобы якуты не боялись открытой борьбы. Кто-то противостоит кремлевскому режиму без оружия. А кто-то с оружием в руках уничтожает захватчиков. Якуты из батальона Сибирь, которые сражаются на стороне Украины, по факту уже ведут войну за независимость своей родины. И других национальных республик. Прожив всю жизнь в России, я чувствовал угнетение народов Сибири. О том, что люди живут несправедливо. О том, что все деньги идут только в Москву. Там делятся. И по факту богатые регионы живут очень бедно. Республика Саха обречена на процветание. У нее все шансы стать сибирской Швейцарией. Есть только одно необходимое условие. Послать подальше Москву и развиваться независимо от Мордора. Обрезать кремлевскую пуповину, которая выкачивает богатства, принадлежащие якутскому народу, и только ему. Независимость республики это вообще мечта любого, каждого якутского интеллигента. Я еще в детстве слышала разговоры, что Якутия должна быть свободной. Республика Саха, она же Якутия, после обретения независимости автоматически станет одним из крупнейших и богатейших государств на планете Земля. Потому что там, куда не достают руки Кремля, город-сад. А там, куда достают, город-тлен. Шеф, у нас здесь в общежитии угол так-то промерзать. И здесь, да? Не-не, я там просто из окна с*****ть. Ха-ха-ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok